добрый день рада всех приветствовать и сегодня действительно я представлю результаты наших исследований и нужно отметить что расскажу немножко про организацию в которой я работаю я работаю в благотворительном фонде солнечный город это город новосибирск и работаю я в ресурсном центре и наш ресурсный центр является такой методической образовательной площадкой для обучения всех специалистов и в сферы защиты детства и с двадцатого года мы активно работаем с министерством труда и социального развития и мы развиваем проект который называется защитники детства то есть двадцатого года мы внедряем изменения в систему помощи семьи и детям поэтому конечно для того чтобы нам изменяет систему помощи до 7 из детям нам необходимо было опираться на какие-то статистические данные и плюс на результаты социальных исследований и вот на протяжении четырех лет на самом деле мы провели три исследования но самое большое было исследование такое прям масштабное глобально это исследование 2023 года сегодня я а вот представлю как раз результаты исследований и представлю вот те выводы которые у нас получились по инструментам работы семьей и но вот наверное особенности сопровождения данной но данных семей что мы исследовали да мы исследовали в первую очередь эти факторы влияющие на благополучие семей мы смотрели как раз инструменты системы помощи семьям да это и на была цель нашего исследования а также ключевыми вопросами стали да это то такое благополучие семей как его сохранять что влияет да какие факторы влияют на переход из благополучия семьи в неблагополучие откуда берутся кризисные семьи как увеличить эффективность работы специалистов семьями в кризисе а и а вот последнее исследование которое мы провели было вот как раз базой данные были 13 тысяч проанализированных кейсов да на основе анкет образовательных да и социальных учреждений было проведено огромное количество вот интервью это были глубинные интервью и со специалистами и семьями и с детьми но на самом деле было выявлено 45 даже больше да вот причин взаимодействия семьями которые уже фиксировали образовательные и социальные учреждения дизайн исследования такой большой масштабный а мы выявили да вот понятие благополучие что это такое это способность семьи самостоятельно удовлетворять все потребности членов семьи ребенка в соответствии с их состоянием а также самостоятельно выходить из трудных жизненных ситуаций и то есть по сути благополучие является это функциональность во всех ключевых сферах жизни семьи а также благополучие предполагает устойчивость к кризисам и ресурсность для решения задач и удовлетворения потребности семьи и вот на основе данного исследования у нас сформировался такой путь семьи из благополучия к кризису и да то есть мы с вами все точно понимаем что любая семейная система проходит свой жизненный цикл и любая семейная система встречается с рядом кризисов с рядом каких-то трудностей то есть мы можем выделить нормативные семейные кризисы то есть мы понимаем что нормативные семейные кризисы проживает любая семейная система до к ним относятся вступление в брак рождение ребенка поход детей в социальное учреждение это детский сад школа взросление детей пубертатный возраст детей сепарация детей то есть на самом деле любая семейная система встречается вот с таким нормативным кризисом и есть ряд ненормативных кризисов которые мы не ждем и такие непредвиденные события но тем не менее практически тоже любая семейная система в тот или иной момент своей жизни встречается вот с этим событием это может быть развод это может быть и смена это может быть потеря работы увольнения да это может быть смерть близкого Это может быть рождение ребенка с инвалидностью. То, чего мы не ждем. И что нужно здесь отметить, что мы видим, что на самом деле есть семьи, которые справляются и с нормативными, и с ненормативными кризисами. И у таких семей есть и внутренние ресурсы, есть внешние ресурсы. Такие семьи, то есть у них как бы в арсенале есть необходимые инструменты для того, чтобы преодолевать какие-то кризисные состояния. Они могут внутри перераспределять роли обязанности. Они могут подстраиваться под новые требования жизни. Они могут обращаться к специалистам, к родственникам и так далее. То есть у них есть уже такой некий набор опор, инструменты, с помощью которых они выходят из трудных жизненных ситуаций. Но есть у нас и другая доля семей, которые вообще-то не в состоянии преодолеть даже нормативные кризисы. То есть сталкиваясь с пубертатом детей или, например, рождение ребенка, с одной стороны это такое радостное событие, а с другой стороны здесь необходимо заключить новый договор семье, как вообще жить с ребенком. И перераспределить и роли, и обязанности, и семейный бюджет, досуг и так далее. Вопросов очень много. И не каждая семейная система как раз встреча с таким нормативным кризисом. И вот как раз на основе исследования мы увидели путь семьи, как семья в благополучии встречается с событием, с переломным моментом, и что происходит дальше. То есть и у некоторых семей все-таки происходит дальше этап жизни, когда они не справляются с кризисом. Не справляются, и вот этот вот тихий кризис, он не заметен для глаз других людей. И уже вот здесь, на этом этапе, что может встречаться? Может встречаться злоупотребление алкоголем у членов семьи, это может быть тяжелое материальное положение семьи, депрессия или психологические отклонения, внутрисемейные затяжные хронические конфликты, игнорирование потребностей ребенка, или отсутствие контакта с ребенком. Но на самом деле все зависит от структуры ресурсности, которая сформировалась у семьи и часто, а еще у семьи такая низкая осознанность, вообще понимание, что в семье существует та или иная проблема. И также вот в тихом кризисе встречаются такие неблагополучные семьи, которые как бы остаются вне зоны видимости для общества. Это может быть семьи, у которых очень узкий круг общения, или это семьи, которые ведут сотворнический образ жизни, либо семьи могут намеренно скрывать свое положение и свою проблемную ситуацию. А вот следующий этап, это этап уже громкого кризиса. И вот на громком кризисе как раз у нас и происходит выявление социальными службами, ну или вообще субъектами системы профилактики. То есть семьи на стадии громкого кризиса уже оказываются в поле зрения различных служб. И здесь уже кризис невозможно скрыть, и, как правило, он уже здесь выстреливает какими-либо громкими последствиями. Это, например, может быть оставление ребенка в опасности, это может быть суицидальные попытки, суицидальное поведение детей, злоупотребление алкоголя, пренебрежение нуждами ребенка, неухоженный внешний вид ребенка, девиации со стороны ребенка. То есть какие-то вот такие уже громкие последствия. И вот как раз на этом этапе уже начинается работа со случаем, может быть, да, это помещение ребенка в детское учреждение, либо, да, семья состоит уже на учете, и идет вот как раз полноценная работа с семьей и с ребенком. Что дал нам этот вот путь семьи? То есть мы увидели, что вся работа в основном как раз происходит на громком кризисе. И на самом деле, когда мы получили вот эти данные, мы уже у себя в Новосибирской области, продвигаем такую философию, что работать нужно как раз уже с благополучными семьями. С благополучными, и это сегмент профилактики. Работать нужно с семьей, когда семья находится в проживании нормативного или ненормативного кризиса, для того, чтобы семья у нас не рухнула в тихий кризис или, не дай бог, перешла в громкий кризис. И работа на громком кризисе нам тоже показывает, что зачастую эти семьи очень долго находятся на сопровождении, зачастую работа с этими семьями неэффективна, да и сами специалисты тоже не верят в изменения семейной ситуации. Поэтому необходимо раннее выявление, необходимо выявлять как раз в тихом кризисе признаки семейного и детского неблагополучия, и вообще необходим огромный пласт, такой сегмент профилактики в работе с семьями. Это очень важно на этапе благополучия семьи и на этапе, когда семья только сталкивается с какими-либо трудными жизненными ситуациями. Также нами, вот когда мы анализировали кейсы, нами выделены были различные группы причин взаимодействия с семьей, было больше 45, да, это и пренебрежение нужными ребенка, это насилие, поведенческие отклонения у родителей, смерть, суицид, нарушение со стороны ребенка, нарушение процесса развития ребенка. Это вот тоже то, что сотрудники выявили на громком кризисе, да, вот то, что привлекло их внимание, семья оказалась уже в поле зрения специалистов. Какие данные мы изучали? Мы изучали, когда смотрели кейсы, да, общие данные о ребенке, в том числе отклонения, статус состояния ребенка, информацию о родителях, структуру семьи, мы изучали отношения к ребенку в семье, общие особенности обстановки, межличностные отношения, материальное положение семьи, состояние жилья, район проживания, вообще причины взаимодействия службы с семьей, кто сигнализировал, да, специфику этого взаимодействия. Также смотрели действия до первого взаимодействия со службами, да, иногда куда-то уже семья обращалась к каким-либо специалистам, да, там, например, до постановки учета, на учет. Дальше мы смотрели еще и первое взаимодействие со службами, да, с какими службами, какого тоже характера это было взаимодействие, анализ всего времени взаимодействия, информацию о семье в последнем взаимодействии, то есть, в принципе, всю такую хронологию взаимодействия семьи со службами. И оценивали, да, изменения в семье и итоговый статус ребенка, да, что в итоге, дети оказывались в семье или дети помещались в детское учреждение или были там еще какие-то другие результаты. И на самом деле в ходе исследования нами было выявлено пять сегментов таких семей, и каждый сегмент обладает собственной спецификой и особенностями взаимодействия. И вот они, сегменты случаев, да, первый сегмент – это крайнее неблагополучие, и 12% было выявлено, второй сегмент – это раннее изъятие, 17%, третий сегмент – это жалобы родителей, 32%, четвертый – это проблемы с ресурсами, 23%, и пятый – это вот трудные подростки, их 16%. Ну, давайте перейдем до характеристики каждого сегмента. И вот первый сегмент – крайнее неблагополучие, да, что, что вот здесь, какие его отличительные черты. Ну, во-первых, здесь семья попадала на заметку еще до первого взаимодействия со службами, информация поступала либо от родственников, либо от знакомых, или каких-то непрофильных организаций. В основном семья здесь отрицает какие-либо проблемы, да, и они не готовы к взаимодействию, ну, со службами социальными. И они отрицают вообще необходимость помощи, считают, что сами контролируют ситуацию и справляются самостоятельно. Ценность вот в этом сегменте детей в семье отсутствует. То есть дети либо, ну, это какая-то случайная, нежелательная беременность, да, либо дети это обузает, доставляет много дополнительных забот и неудобств. Один или оба родителя в этом сегменте не хотят сохранить ребенка в семье и, в принципе, не предпринимают никаких действий, чтобы справиться со сложностями. И в этом сегменте высокий риск отказа от ребенка, да, изъятия ребенка из семьи. И очень часто, как правило, да, вот этот сегмент попадает на учет и в дальнейшем происходит лишение родительских прав. А если посмотреть по состоянию здоровья ребенка, то, как правило, у ребенка есть, да, умственные психические или физиологические нарушения, но, как правило, они не подтверждены диагнозами, да, то есть в семья не обращаются какие-либо медицинские там учреждения. И состояние ребенка точно так же, да, вот имеет широкий спектр нарушений психоэмоционального состояния, то есть дети, как правило, тревожные, замкнутые, наблюдается эмоциональная неустойчивость, конфликтность, и также есть травмирующий опыт, источником которого, конечно, выступают здесь родительские фигуры. То есть это семья, да, в которой родители, ну, либо оба законных представителя имеют проблемы со здоровьем. Это может быть злоупотребление алкоголем, нарушение настроения, там, эмоциональное выгорание, апатия, может быть, признаки могут быть психических отклонений. И что еще важно, что здесь эта семья тоже, если посмотреть на детско-родительские отношения, то мы понимаем, да, что атмосфера либо враждебная, да, либо без особой эмоциональной окраски. Здесь недостаточность требований и заботы о ребенке. В принципе, эта категория родителей вообще не осознает такая неосознаваемая некомпетентность. То есть они не осознают в том, что у них есть какие-то дефициты, да, в родительской грамотности. Ну, то есть вот, да, может быть, может это наблюдаться. И эта тоже категория часто попадает в так называемые династии неблагополучия. То есть из поколения в поколение передаются вот такие неконструктивные семейные паттерны. И на самом деле, да, вот здесь вот зачастую оба законных представителя, да, не видят, что можно вообще жить по-другому. Материальное положение семьи, да, то есть доход семьи менее прожиточного минимума, да, может не хватать даже на питание. Есть долги, да, есть, как бы, есть, не знаю, неофициальные долги, долги ЖКХ. Состояние жилья, то есть, как правило, нет жилья в собственности, да, либо жильем владеют родственники. И состояние антисанитарии, требуется ремонт, да, то есть вот прям, ну, какие-то вот такие, ну, прям риск-факторы. Район проживания. Вот что здесь важно, да, что район проживания, то есть это неблагоустроенность территории. Зачастую это частный сектор, куда невозможно, ну, вот круглогодично проехать. И там нет тротуаров, бродячие собаки, там несанкционированные свалки. В районе практически нет никакой инфраструктуры, даже могут отсутствовать там поблизости образовательные или развивающие учреждения. То есть нет ни детских садов, ни школ, ни учреждений дополнительного образования, нет организованных мест для досуга, парков, зеленых солнцем, спортивных площадок. То есть, ну, да, это как раз про то, как среда влияет тоже на благополучие семьи. Такие рекомендации, да, здесь со стороны уже служб, это все-таки это семьи, которые несут высокий риск с благополучием детей, и здесь необходимо выставить четкие критерии для изъятия и фиксировать в случае отказа. То есть очень часто такие семьи подолгу находятся на сопровождении социальной службы, да, и 5 лет, и 6 лет, и 7 лет. То есть мы в Новосибирской области, когда проводили вот такую ревизию семьи, действительно увидели, да, что задача специалистов — сохранить ребенка в семье. Но на самом деле 6-7 лет семья находится на сопровождении, не изменяется совсем семейная ситуация, и с каждым годом все хуже становится здоровье ребенка. То есть фокус внимания не на здоровье ребенка, а фокус внимания на сохранение ребенка в семье. И на самом деле очень часто, да, все-таки 5-6-7 лет семья находится на сопровождении, но итогом получается, что ребенок все-таки оказывается в детском учреждении, либо под опекой родственников, либо в совмещающей семье. Но уже туда он приходит, да, например, в замещающую семью, уже имея, ну, какие-то нарушения в здоровье. И здесь, конечно, как раз необходимо установить как раз эти четкие критерии, по которым необходимо перемещать ребенка, да, из семьи в замещающую семью или, там, ну, не знаю, в семью родственников. Следующий сегмент — сегмент раннее изъятие. Он очень похож на сегмент крайнее неблагополучие. Здесь точно так же нету ценности детей. Сигналы в основном приходят от соседей, от отделов опеки и от медицинских учреждений, да, ну, по каким-то внешним признакам не сразу понимаешь, да, что, там, не знаю, мама приходит в медицинское учреждение, от нее пахнет грязная одежда, ребенок в грязной одежде и неухоженный, да, то есть даже, например, элементарно она в, ну, например, мама приходит, да, с новорожденным ребенком в рамках патронажа, то есть это тоже можно все увидеть. То есть, как правило, медицинские учреждения либо отдел опеки уже могут сигнализировать о том, что вот в семье есть неблагополучие. Цены детей точно так же отсутствуют, и здесь точно так же есть высокий риск отказа либо изъятия ребенка из семьи. И отличительные черты этого сегмента, что изначально непонимание проблем, да, и родительских функций со стороны родителей, да, также не понимают базовые потребности ребенка, да, здесь, конечно, как дефицит родительской грамотности. И так же может быть тоже семья из династии семейного неблагополучия, когда из поколения в поколение, да, вот семья живет неблагополучно, и там нет ценности детей. И что важно на этом этапе? Важно, да, что вот здесь вот изъятие детей в основном происходит вовремя. Что это значит вовремя? Что все-таки ребенок, да, покидает семью, перемещается либо временно в учреждение, либо перемещается в семью под опеку родственников, да, или в замещающую семью. И здесь ребенок, ну, вот перемещается еще до того, когда не произошло ухудшение его психофизического состояния и здоровья. То есть это важно. То есть здесь службы, да, социальные, да, вовремя как раз фиксируют проблемы, опасные для ребенка на раннем этапе, и производят изъятие без доведения ситуации до ухудшения. Следующий сегмент – это жалобы родителей. 32% этого сегмента, да, самый большой, и здесь это, как правило, семья благополучная, да, и здесь, как правило, никогда эти семьи не попадали в поле зрения сложным, да, либо здесь сама семья обращается за помощью, да, либо, возможно, были какие-то единичные правонарушения со стороны ребенка, и тогда МВД или ПДН, да, сигнализируют о том, что эти правонарушения были совершены. И здесь семья действительно пытается исправить ситуацию, избежать попадания в неблагополучие, и они, возможно, уже обращались тоже в разные там инстанции, советовались в школе, в детском саду, образовательном учреждении, обращались к психологам. То есть это семья, которая действительно готова взаимодействовать с разными специалистами и готова самостоятельно решать проблемы. И они также полностью признают проблемы, да, и вот понимают необходимость помощи. Ценность детей здесь высокая, дети действительно являются источником радости и счастья. Как правило, отклонения у детей отсутствуют, да, и здесь еще отличительная черта является, что у ребенка могут быть хорошие, да, успеваемости в школе. И если говорить по инфраструктуре, то здесь более-менее, да, развитая инфраструктура, они вдалеке от частного сектора, да, все необходимое есть, возможно, только могут отсутствовать, ну, какие-то развлекательные учреждения, да, или культурные, например, там, филармонии, какие-то концертные площадки, кинотеатры, то, что может быть, да, вот вдали от проживания семьи. И отношения к ребенку в семье здесь адекватные, да, скорее всего, эти родители такие осознанно некомпетентные, да, они осознанно понимают, где им необходимо нарастить знания, да, и куда обратиться за помощью. То есть они сами действительно обращаются за помощью, да, и готовы к разным вариантам помощи. Что здесь необходимо? То есть очень часто, когда происходит у нас вот такой единичный случай, например, правонарушение у ребенка, там семью, вот, не знаю, ставят на учет или семью начинают работать социальные службы, вот здесь как раз все социальные службы должны экономить ресурс, и на самом деле зачастую это кейс не социальной службы, это кейс, наверное, больше даже образования, и это кейс, например, культуры, спортной, молодежной политики. Необходимо создавать там семейные клубы, и необходимо создавать семейные клубы, которые могут, например, быть при доме культуры, организовывать открытые молодежные пространства, да, организовывать досуг детей. То есть, скорее всего, здесь страдает вот как раз вот этот фактор. Ну, в итоговом статусе дети, они, конечно, находятся в семье, но вот необходимо все-таки, да, тоже в этом случае повышать ресурсность и не усугублять ситуацию вот этим единичным правонарушением ребенка, да, помогать семье, включать какие-то мероприятия профилактические, потому что мы с вами понимаем, что в целом это благополучная семья, которая вот столкнулась с каким-то небольшим отклонением в поведении подростка. И здесь рекомендуется минимизировать эту работу, да, специалистам именно КСО, комплексным центром социального обслуживания, все-таки переключить внимание на другие службы, которые могут профилактировать, да, здесь в этом плане может поработать, например, школьный психолог с ребенком, да, или организовать досуг ребенка через систему дополнительного образования, через какие-то молодежные пространства. Следующий сегмент – это сегмент проблемы с ресурсами, их 25%. Здесь что важно? Важно, что здесь точно так же сигналы дают сами законные представители или соседи, то есть здесь сами родители там, да, бьют и стучат, чтобы им помогли, им необходима какая-то конкретная помощь, какие-то конкретные ресурсы. Очень часто здесь семьи сталкиваются именно с отсутствием материальных ресурсов, то есть у них может быть, да, тяжелое материальное положение, там менее прожиточного минимума, да, на одного человека, и может не хватать средств на еду и одежду, но при этом может быть не быть долгов и кредитов, да, родители трудятся, они стараются поддерживать приемлемый уровень жизни. Ценность детей тоже в этом сегменте есть, то есть дети, ну, здесь дети рассматриваются чаще как элемент социального статуса. И здесь точно так же, да, семьи там до попадания вот из этого сегмента в поле зрения социальных служб тоже зачастую обращаются к специалистам, тоже пытаются каким-то образом решить свои проблемы. Все тоже говорит об осознании, да, их о том, что у них действительно в семье существует, ну, вот какая-то потребность, которую они сами не могут решить. У ребенка тоже могут отсутствовать проблемы с обучением, да, может быть высокая успеваемость, это как в основном многодетные и малобеспеченные семьи, да, это могут быть семьи с детьми-инвалидами. Кстати, вот в третьем сегменте, да, где жалобы родителей, там тоже могут быть дети, семьи с детьми с ОВЗ, дети с детьми-инвалидами, и во втором сегменте там точно так же, то есть в принципе везде дети могут быть, да, вот такой категории. И что еще вот в этом, да, важно посмотреть, это район проживания. То есть в принципе тоже могут быть какие-то самые необходимые ресурсы, инфраструктура, да, но отсутствуют, например, там парки, магазины бытового обслуживания, там какие-то платные кружки, поликлиники, да, торговые центры. То есть школы, детские сады могут быть у них в какой-то вот прям прямой доступности, там, не знаю, 15-минутной доступности. И здесь в итоговый статус какой, да, что дети, как правило, да, проживают в семье, но здесь необходимо наращивать семейные ресурсы. И данный сегмент вот здесь как раз должен быть ключевым с точки зрения направления усилий всех работающих в социальной службе. То есть в социальной службе вот это вот сегмент работы, это как раз может быть на этапе, когда семья сталкивается в какой-то трудной жизненной ситуации, семья, когда находится в тихом кризисе, и тогда мы должны выявлять эти признаки, ранние признаки семейного и детского неблагополучия. Гробкий кризис – это как раз сегмент первого и вот второго типа. И здесь необходимо, да, оказывать материальную помощь семьям, да, и вообще это может быть любая, да, помощь юридическая, психологическая, любая консультация, семейные клубы. Здесь могут быть использованы технологии наставничества для семей, для детей, да, можно привлекать волонтеров, также давать возможность какого-то временного присмотра за детьми. И у нас на самом деле в Новосибирской области тоже реализуется такая услуга, мы называем профессиональная забота. У нас есть профессиональные няни, которые выходят с семьей с детьми-инвалидами, и вот они выходят, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, два раза в неделю на два часа, они выходят, да, и вот ухаживают за детьми, то есть у них просто присмотр и уход. В это время эти два часа в основном это одинокие мамы, да, они могут заняться своими делами, они могут просто отдохнуть. Первое время в проекте у нас мамы просто спали, отдыхали, да, потом мамы как-то начинали развиваться, да, у них появились какие-то там встречи, какие-то они могли себе позволить уходовые процедуры, да. Понятно, что это всё направлено на повышение, ну вот, ресурсного потенциала мамы. И мы тоже там проводим диагностику, смотрим, как меняется качество жизни таких семей, и действительно наши срезы на входе и на выходе показывают, ну вот, хорошую такую динамику с точки зрения повышения качества жизни таких семей. То есть вот это прямо тоже сегмент профилактики. Чем больше мы создаём инфраструктурно каких-то услуг, да, и развиваем среду, да, тем всё-таки это, ну, однозначно напрямую влияет, да, на благополучие семей. Следующий, пятый сегмент – это у нас трудные подростки. Трудные подростки, ну, сам тут тоже сегмент говорит сам за себя. Зачастую это действительно подростки, у которых есть уголовные правонарушения, да, проблемы в школе, неуспеваемость, и сигнализирует эта школа, потому что они вот на виду школы, да, сотрудники их видят, либо КДН, если это есть какие-то там мелкие правонарушения. Ну, МПД тоже сюда, кстати, можно. Район проживания, да, то есть есть множество каких-то коммерческих организаций, но при этом есть сложность с доступностью различных секций. И в этом районе тоже зачастую, ну, характерна преступность. Район неухожен, есть твалки, есть бродячие животные, да, есть какие-то недострои, да, и дети там могут проводить своё время. То есть здесь, конечно, вопрос именно в организованном досуге. И состояние жилья, как правило, там, да, всё соответствует нормам, да, есть тоже в этом сегменте ценность детей, и родители тоже признают там наличие проблем, да, и тоже готовы к взаимодействию со специалистами. Ну, вот и у детей тоже не наблюдается никаких отклонений в развитии. И здесь, что самое важное, да, что необходимо как раз создавать вот места для проведения досуга различного вида. Это секции, спортплощадки, культурные места, и, ну, часто это могут быть какие-то, не знаю, открытые молодёжные пространства. То есть сегодня необходимо всё-таки соответствовать трендам, да, ну, вот, и создавать уже современные пространства для детей. Это вот что касается сегментации, да, и на основе вот этих сегментов мы тоже сделали определённый вывод, что сегодня необходимо менять фокус, да, с ярких несистемных случаев на системную работу. И защитить, первое, защитить ребёнка, то есть необходимо как раз изъятие ребёнка, если существует риск навредить его здоровью. То есть это вопрос продолжительности сопровождения, да, мы его потом немножко ещё раскроем. Следующее – это помочь семье, особенно тем, которые хотят, да, что-то изменить. Есть много семей, которые действительно понимают и осознают проблему, но не знают, куда обратиться. И даже вот в нашем регионе мы сегодня с этим работаем, да, с маршрутизацией в системе помощи, потому что я как родитель зачастую не знаю, куда обратиться. Это тоже должно быть отлажено, может быть, с помощью каких-то диджитал-решений, да, но необходимо сегодня информировать родителей о том, куда я могу обратиться. И, конечно, экономить ресурс социальных служб, потому что сегодня все трудные ситуации, да, все семьи, а это всё ложится на плечи социальных служб. То есть мы должны либо как-то работать на межведомственной основе, и, например, у нас в Новосибирской области в том году был подписан приказ шестью субъектами системы профилактики. Это социальные службы, это здравоохранение, это образование, это КДН, ИЗП, это спорт, культура, молодёжка, то есть вот и полиция. И на основе межведомственной работы, да, должны решаться случаи, да, кто станет профильным ведомством, который будет курировать семью. То есть это важно. И также мы видим, что при работе с трудными подростками тоже специалисты социальных служб не оказывают никакого влияния. Здесь либо необходима работа учебных учреждений, либо правоохранительных органов, либо должны подключаться некоммерческие организации, да, это там система наставничества и так далее. Это важно. Ну и, конечно, необходимо сегодня улучшать среду, потому что среда напрямую влияет на качество жизни. Необходимо, да, устранять свалки, бродячих животных, разрушенные постройки, да, поддерживать качество дорог, транспортную доступность, увеличивать зелёные зоны, парки. Услуги, да, вот про то, что уже сказала, сегодня необходимо обеспечить доступность, ну, психологических услуг точно, да, обеспечение доступности церквей, особенно на сельской территории, потому что, ну, церковь тоже является таким, ну, неким инструментом ресурса для семьи, да, для кого-то там есть сообщество помогающее, поэтому тоже становится таким важным, важной опорой для семьи. Обеспечить наличие на территориях, там, да, каких-то разных уходовых, не знаю, инфраструктур, там, салонной красоты, парикмахерские и так далее. Ну и досуг и дополнительное образование тоже сегодня очень важно. Необходим какой-то организованный досуг для подростков. То есть это прям тоже такая хорошая история. У нас тоже, мы развиваем сегодня в Новосибирской области, у нас есть три пилотных территории, на этих пилотных территориях в каждом муниципальном сельском поселении есть такие открытые пространства. И действительно, наверное, за этим будущее. Подростки туда приходят, да, они играют в настольные игры, да, там есть куратор, который организует их досуг, и это является таким популярным местом, сообществом для подростков. И очень кратко скажу, что нами выделены были ключевые потребности семьи, ну, я думаю, что вы все эти потребности знаете, да, вот они представлены на экране, можете посмотреть. Были также определены группы факторов ресурсности, которые влияют на степень удовлетворения потребностей. Это не только наличие ресурсов, да, но это еще и осознание и понимание, какие потребности не удовлетворены, какие проблемы есть в семье. И знание, как генерить ресурсы, ну, даже если этих знаний нет, ну, тогда важна ценность знания, да, и осознанность. Вот это вот про осознанная некомпетентность, да, либо неосознанная некомпетентность, но тоже играет такую важную роль, да, для решения проблем. И третьим, да, вот источники ресурса и опоры, да, если посмотреть, то вот у нас в центре родитель и ребенок, на первой линии опоры для него являются родитель-партнер, да, ну, там супруг, супруга, бабушка, дедушка, то есть самые близкие родственники. На второй ступени это близкий друг, сиблинги, инфлюенсер, наставник, психолог, священник. И к нам, кстати, была выделена собака, то есть многие семьи отметили, что собака действительно является ресурсом и опорой для их семей. Следующий уровень – это соседи, да, это какие-то профессиональные сообщества, коллективы, да, творческие сообщества и так далее. И уже на последней ступеньке – это у нас государственные и социальные структуры, общественные организации, волонтеры. То есть разные опоры имеют разный вес, да, и влияние опор на семью увеличивается в зависимости от близости к семье. И причем как может быть негативное, так и положительное влияние, да, мы понимаем, ну вот, от опор к семье. И чем больше опоры у людей, тем больше ресурсов. И задачей для государства как раз является поддержание этих опор, да, мотивация к их наличию. И при этом важно, чтобы семьи тоже могли повышать свои внутренние ресурсы, да, в первую очередь. Во вторую – пользоваться ресурсами других опор. Ну и вот еще степень ресурсности складывается, да, из важности удовлетворения конкретных потребностей. То есть важно не просто смотреть, да, какие есть ресурсы. Важно смотреть потребности семьи. Важно смотреть риск-факторы. Важно смотреть, какие есть незакрытые потребности семьи, да. И важно тоже обращать внимание на количество опор у семьи и их веса. Потому что какая-то опора может закрывать одну или часть потребностей семьи. Барьеры. Очень кратко скажу. У меня много времени осталось, да. Барьеры. Ну, мы с вами понимаем, наверное, мы все с этим сталкиваемся в работе там с семьями, да. То есть нагрузка у семей из-за высокой ответственности, да. То есть нам сегодня он диктует общество и государство, да, как необходимо воспитывать детей. Нагрузка у специалистов. Огромное количество отчетной документации. Вообще нет понимания у самих семей, куда можно обратиться за помощью. Да и зачастую специалисты тоже там в межведе не понимают, да, куда они могут маршрутизировать семью. Образ социальных служб. Очень часто, да, социальные службы являются таким карательным органом, да. И сегодня нужно однозначно повышать имидж социального работника. И некомпетентность специалистов, да, мы тоже это видим сегодня на территориях Новосибирской области. Сегодня специалистов необходимо обучать, ну, прям точечным социальным технологиям работы с семьей. Ну, и вот, да, важно не только реагировать, когда произошел случай выявления, да, в том числе и раннего, но и предлагать помощь, когда стало известно о появлении наличия у семей риск-факторов, да. Ну, то есть важно, если мы увидели какие-то первые признаки неблагополучия в школе, учитель увидел, что ребенок поменялось эмоциональное состояние, ребенок приходит невыспавшийся, да, ребенок опаздывает, да, не знаю, он не сконцентрирован, он ни с кем не общается, то это явно, да, стоит на это обратить внимание. Да, ну и по факту надо очень много мероприятий делать на территориях для профилактики, да, для профилактики там, ну, семейные клубы, не знаю, какие-то площадки по интересам сообщества, по интересам, это могут быть бесплатные различные консультации специалистов, да, то есть мы должны вовлекать в том числе и благополучные семьи, чтобы вот профилактировать, да, укреплять их семейную позицию. Ну, нами, конечно, были выявлены там замены, да, которые тоже влияют на благополучие жизни семьи, я тоже думаю, что как бы мы это все с вами понимаем, да, что влияет на качество семьи. Ну, и вот потом я тогда отправлю вам презентацию, да, можно будет посмотреть и факторы благополучия, да, и качество при исключении этих факторов, и риск-фактор. Тоже обратите на это внимание, да, то есть, конечно, мы сегодня все эти инструменты отдаем специалистам, которые непосредственно работают с семьей. Что важно, да, важно, что мы тоже посмотрели, и теперь мы даем рекомендации специалистов при взаимодействии с семьей, да, и мы сегодня понимаем, что нужно на разных этапах работы, да, вести, ну, сопровождение семей, и профилактика должна проводиться на каждом уровне с учетом потребностей барьеров семей, да, поскольку значение имеет не наличие какого-либо риск-фактора, да, который является триггером для возникновения какого-либо кризиса, а объем еще и ресурсов для противостояния этим факторам. И вот на уровне благополучия точно необходимо, да, улучшение среды и обитания, развитие инфраструктуры, обеспечение качественной работы ведомств. Мы должны сегодня все специалисты работать на межведомственной основе, да, вот у нас в Новосибирской области мы работаем как фонд некоммерческой организации, у нас еще и в нашей команде есть, да, некоммерческие организации, и мы работаем в составе всех государственных служб, да, и реализуем систему помощи семье и детям. Обеспечивать, да, эмоциональную здоровую среду в школе, да, повышать успеваемость, увеличивать образованность населения, да, родительская грамотность тоже сегодня является важнейшим аспектом, потому что мы понимаем, что от этого зависит, ну, тоже, да, качество жизни семьи и здоровья ребенка. Внимание, эмпатия и поддержка со стороны специалистов, да, мы специалисты сегодня должны обучать, да, навыкам работы семьей, все это важно, потому что вообще должны повышать имидж социального работника, повышать заработную плату социальному работнику, формировать вообще доверие к специалисту, и на самом деле мы еще должны сегодня развивать культуру обращения за помощью, потому что, ну, как правило, у нас, да, не обращаются к специалистам, потому что, ну, я сам, да, этой культуры нет. Вот на этапе выявления важно не только реагировать, когда произошел случай, да, но и предлагать помощь, когда стало известно о появлении наличия у семьи риск-фактор. Как только мы понимаем, что семья там зашла в какой-либо нормативный кризис, да, вот уже можно делать какие-то профилактические вещи на уровне школы, на уровне медицинских организаций, да, на уровне культуры, спорта, там, да, на уровне молодежной политики. При первом контакте с семьей, да, необходимо, во-первых, осуществлять диагностику, да, ну, и здесь тоже очень важно, чтобы специалисты владели навыками, да, работы с семьей, там, при сопротивлении семьи, чтобы они могли устанавливать первичный контакт, да, и мотивировать семью для взаимодействия дальнейшего. То есть важно, чтобы они сегодня обладали определенными социальными технологиями и компетенциями, это важно. На этапе работы с семьей, ну, вот нужно уже строить всю работу на основе, во-первых, межведа, это точно, и по технологии работы со случаем. Важно сегодня увеличить количество психологов, психиатров, да, повышать квалификацию специалистов и также отслеживать наследственное неблагополучие. И у нас тоже, да, мы планируем следующее исследование, как раз будем исследовать вот наследственное неблагополучие, да, как оно там передается, какой там алгоритм, и почему-то одни, например, дети из семьи идут по жизненному сценарию, да, которые ему передали родители, а другие дети, выбирая другой путь, идут по другому жизненному сценарию. Тоже интересно исследовать, что влияет вот на это вот, да, на это переключение. Ну и, конечно, здесь нужна своевременная материальная помощь нуждающимся, да, необходимо информировать население о том, куда в случае, да, каких-то трудностей они могут обратиться, это очень важно. Важно еще последнее скажу про продолжительность сопровождения темней. То есть в течение одного года работы, конечно, изменения малозаметны. До трех лет, если нет улучшений, то повышается вероятность приобретения ребенка каких-то дополнительных диагнозов, да, или ухудшения, в принципе, физического, эмоционального и когнитивного состояния ребенка. А вот после пяти лет вероятность того, что ребенок приобрел серьезные травмы, велика. И мы видим, да, про первый и второй сегмент, если про них вспомнить, то там как раз у детей есть психотравмирующий опыт, и он связан как раз с родительской фигурой. Ну, то есть вот здесь точно нужны какие-то критерии, да, при которых мы понимаем, что изъятие ребенка должно состояться, либо мы должны понимать, что важно не затягивать работу с семьей на долгие годы с целью сохранить там в семье ребенка до совершеннолетия. Приоритете все-таки должно оставаться здоровье ребенка и должно быть фокусом, ну, внимания в работе с семьей. И тоже очень кратко, то есть вне зависимости, да, что еще вот такие какие-то важные моменты выделяли и родители, и специалисты, вне зависимости от степени ресурсности семьи, родители и подростки озвучили необходимость во внимании и помощи от близких или общества. Некоторые родители сами были готовы проявить инициативу и помогать там другим, да, родителям. И также про то, что, да, сложно запутаться. Иногда вроде как система помощи выстроена, но сложно понять, куда необходимо родителю обратиться, да, с той или иной проблемой. Ну, вот система помощи. Я очень тоже тут кратко расскажу. То есть на самом деле мы сегодня, вот когда принимаем кризис, да, путь развития кризиса семьи, то мы выстроили тоже у себя вот такой концепт системы помощи. То есть первый уровень – профилактика и ранняя помощь, как раз вот на этапе благополучия и какого-то переломного момента. А второй этап, да, второй уровень помощи – это сопровождение, реабилитация. Здесь разные целевые группы вот на этих уровнях помощи, да, разные услуги и работа разных ведомств. То есть вот это тоже нужно понимать. Но мы тоже на самом деле его как бы уже описали, этот концепт услуг, но тоже будем в скором времени его полностью представлять. И тренды, да, тренды в социальном секторе. И мы сегодня разрабатываем цифровой сервис для специалистов всего Межведа. Нам очень важно, чтобы у нас появилась база данных семей. В Тюменской области такая база данных есть. Они базой, у них называется банк данных семей. И на самом деле очень важно, да, чтобы оптимизировать работу специалистов вот в части документов, в части отчетности, да, и чтобы опять же все на межведомственной основе понимали, какая работа идет с семьей, да. И каждый понимал свою роль, да, был соисполнителем каких-то мероприятий, плана. Это очень важно. Поэтому, конечно, сегодня необходимо, да, как-то вот встраивать диджитал проект в нашу, да, систему помощи семье и детям. Ну и вот меньше импульсивной помощи, да, больше системности про это говорила, да, и больше внимания пожертвованиям малоимущим, да, и в трудной жизненной ситуации, людям с инвалидностью, да, пострадавшим у стихий небеса и военных конфликтов. Это там, где ситуация должна быть, помощь должна быть оказана, вот, ну, быстро, своевременно, да, и там тоже в зависимости от потребностей семьи, и закрытия разных, ну, закрытия разных потребностей, да, со стороны ресурса. Вот, ну, здесь уже вот в основном все сказала, пробежала, да. Очень, очень много на самом деле у нас по исследованию, наверное, слайдов 400. То есть я когда сегодня, когда мне сказали вот 40 минут, я думаю, боже мой, и вот это вот, и вот это что оставить, ну, то есть очень много информации, да, у нас есть там, например, еще компас ресурсности семьи, когда мы тоже по четырем составляющим выделили семьи, увидели, да, в чем потребности каждого сегмента, и как выстроить там еще дополнительно работу с ними. То есть этот весь пласт работы мы сегодня, конечно, эти инструменты будем отдавать, мы уже отдаем, так как мы обучающая площадка, мы обучаем всех, и здравоохранение, и образование, и КДН, и прокуратуру, и следственный комитет, всех тех, которые сегодня работают с семьями. То есть мы обучаем как раз вот, ну, техникам работы с семьей, то есть это важно. Вот про это, и у нас тоже существует в Новосибирской области целый алгоритм. Начиная с выявления, у нас есть единое окно, да, оператор, куда приходят все сигналы от всех служб, он их обрабатывает, дает оценку этому сигналу, распределяет ответственного по ведомству, то есть кто это будет образование, здравоохранение, или это будет комплексный центр или опека, они становятся кураторами этой семьи, и тоже выстраивают работу на межведомственной основе со всеми. То есть внутри у нас тоже есть разные инструменты, там территориальный консилиум, такой совещательный орган, когда они собираются, в общем, анализируют работу с семьей, мониторят, ну, и подводят такие некие итоги. То есть очень много инструментов наросло на основе наших исследований. Да, Екатерина, спасибо огромное. Я знаю, что у вас есть вообще огромный еще вебинар длинный, по-моему, трехчасовой, да, где вы рассказываете про свое исследование и про следствия, да, и ваше размышление, что этим делать. Мне кажется, что вообще, но при том, что тут как бы мы не суперсильно видим категорию, с которой преимущественно группа людей, да, с которой преимущественно мы работаем, в целом мы работаем там с семьями благополучными, да, у которых есть дети с инвалидностью. Но вот мне кажется, очень важно, что в этом исследовании мы можем увидеть семьи, в которых есть дети с особенностями развития вообще практически в любых, да, сегментах. Да, можем. И мне кажется, вообще методологически очень интересно, что они не выделены, отдельная группа, да, потому что вот эта история про выделение, как бы она позволяет узнать специфику, да, довольно часто не позволяет увидеть как бы картину целиком, да. Да, в целом, да. Да, вот ваше исследование дает возможность вот такого взгляда вообще на семьи и на положение детей в семьях, на, соответственно, вот это движение, да. Вот, так что огромное спасибо за это представление, да, такого большого исследования. Вам спасибо, что пригласили. А нам надо всем подумать, как это использовать, да. Мне кажется, вот то, что вы говорите про филармингу и про разные, как бы, про разные услуги, да, про разные способы действовать, которые у нас должны быть с разными семьями. Да, да, конечно, нужно понимать, что я сегодня понимаю, что здесь много, да, представителей, возможно, из НКО, из государственных учреждений, как на территории объединить ресурсы всех этих служб, потому что, ну, это очень важно, да, потому что мы вот, когда они разработали алгоритм, мы понимаем, что эта служба ФОК там стоит на сопровождении и в некоммерческой организации, то есть они занимаются тоже там вопросами профилактики, да. Эта же служба состоит на учете в кассацион, эта же служба там, да, стоит на учете в опеке, и все что-то с семьей делают, да, все что-то с семьей делают, а результата никакого нет, эта семья там находится долгое время в сопровождении. Если говорить про семьи там с детьми-инвалидами, у нас же вот тоже есть проекты, у нас как раз эти семьи, ну, наверное, в сегменте больше проблемы с ресурсами, то есть они такие осознанные, да, они понимают, что им необходима помощь. Эти мамы сами к нам приходят, проводят какие-то вебинары, собирают других родителей тоже с детьми-инвалидами. Ну, вот это именно проблема с ресурсами, там, посидеть, отдохнуть, да, ну, вот, проблемы с саморазвитием, то есть вот какое-то, вот вообще с окружением, общением, вот то, что сегодня, как мы видим по нашему проекту, вот что необходимо этому сегменту семей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова